Глава двадцать третья Второй книги Паралипоменон И они прошли по Иудеи, и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим, и заключило все собрание союз в доме Божьем с царем, и сказал им Иодай, вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете, треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот и исод, и весь народ на дворах дома Господня, и никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов, они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней, и пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умершлен, и будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившийся черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божьем, и поставил весь народ, каждого с оружием его, в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя. И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем, и помазали его Иодай, и сыновья его, и сказали, доживет царь. И услышала Гафолия голос народа бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень. И увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подли царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала, заговор, заговор, и вызвал Иодай священник начальников сотень, начальствующих над войском, и сказал им, выведите ее вон, и кто последует за нею, да будет умершлен мечом. Потому что священник сказал, не умертвите ее в доме Господнем. И дали ей место, и когда она пришла к входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваалова, умертвили преджертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился. Агафолию умертвили мечом.